Доброго дня! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Очень хороший уровень английского. Приехав обратно, я поняла, что я спокойно могу понимать, что спокойно могу разговаривать, что очень большой плюс. Так, для каких, может быть, не знаю, известных брендов ты снималась? На самом деле в Корее очень много дизайнеров, которые разрабатывают свою одежду. И в Корее очень много брендов, от которых я снималась. Но в России они, к сожалению, не популярны. Такие местные? Местные бренды, да. Такие качественные бренды. Скажи, пожалуйста, вот эта конкуренция была какая-то? Конечно была. Противные девочки какие-нибудь? Да, как ты себя покажешь, так все и будет, в принципе. Ты достойно держалась? Конечно. Никому там волосы не выдернила? Это хорошо. Что дальше? Только красота. Да, что дальше? Новая-новая вершина. Дальше следующий контракт. Следующий поездок? Уже подписала. Ух ты, вот это, да, куда направитесь? Китай. Вот, вот, вот. Почему так вот Китай, Корея любят наших красоток там? Очень много работы там. Очень много работы, поэтому как бы да, и плюс очень любят наших русских девочек. Вообще, когда я была в Корее, когда ты говоришь что-то русское, они, русское, все. Русское это для них эталон красоты. Серьезно? Серьезно. Ну еще бы, они там все к раздрежу, к европейскому стремятся, к светлым волосам и так далее. А сама куда бы хотела, допустим, контракт к контрактам. Ты нарабатываешь опыт, нарабатываешь какие-то знания. Вот куда хочешь двигаться? Я на самом деле очень хочу побывать в Париже. Это обстановка. И вообще, повидать весь мир тоже бы хотелось. Неплохо. Здорово, друзья. Телефон прямого эфира нашей студии 202-11-22. Мы сегодня говорим о красоте. Мы говорим о том, как вообще наши самарские девушки действительно добиваются успеха, добиваются того, кем они являются, как они позиционируют себя не только в нашем городе, но вообще уже на уровне страны, на уровне мира. И сегодня с такими удивительными девушками мы вас будем знакомить, если вы еще с ними не знакомы. Ну, конечно, хочется поиграть с вами. Давайте посмотрим сейчас на экран. Мы увидим кадр из одного фильма, где действительно красота невероятная, невероятные костюмы и просто сумасшедшие красивые актеры. Если вы угадали, что это за фильм, звоните 202-11-22. Ну, вот девочки гадают пока, но если вы узнали, звоните. Актриса просто тоже для многих эталон красоты. Лили у нас законодательница мод в Самаре. Не просто так я как бы это говорю. И сама, как говорится, себя позиционирует и девочек своих, да еще и недавно тоже бизнесом, да, занялась, продаешь удивительные красивые вещи. Ну, есть немножко. Вот, то есть, в принципе, все вокруг красоты и крутится. Я попросила перед эфиром готовить, чтобы Лили нам подготовила самые яркие тренды предстоящего сезона, уже наступившего, в принципе, осень-зима. Давайте их будем посмотреть. А у нас тут комментарий специалисты, Лили, ну, рассказывай. Ну, первый, наверное, ну, это, конечно, не первый, но один из, это бахрома. То есть, бахрома везде. Бахрома присутствует на сумках, на куртках, на юбках. Возможно, какой-то отделкой она идет. Следующие, это вещи оверсайз. То есть, это вещи, которые на несколько размеров больше. То есть, похудела, в принципе, носить можно. Да, да. Или вещи с мужского плеча. Это уже, ну, стиль такой, глэм-рок, панк-рок его называют, готика, может быть, где-то вот так вот. Тотал-черный, короче. Да, тотал-лук, можно так сказать. Это уже ближе зимний лук. Это каракуль, то, что будет в моде, опять же. Бабулины достаем, да, какие-то шатки. Да, достаем, переделаем, перешиваем. Пончи, в принципе, вот сейчас как раз-таки. Ну, как раз по погоде, да? По погоде, да, носить. Здорово. Ну, на самом деле, как бы, я так понимаю, эти тенденции, они... Кожа, кожа и клепки, в принципе, да. В принципе, мода, она всегда повторяется, она очень хаотична, и можно сказать, что в моде всегда все. Леопард, который уже, который сезон не выходит из моды, в принципе. А леопард такой или какое-то цветное еще может быть? Леопард всяческий и везде. Ох. Меховой воротник. Вот это вот, наверное, одна из фишек этого зимнего сезона, это меховой воротник. Можно как вот... Он будет искусственный, натуральный? Можно искусственный, можно натуральный. Стиль милитари, который, в принципе, уже тоже, который сезон не выходит из моды. Ух ты. Друзья мои, девушки, берите на заметку, на карандаш. Военный стиль, да. Это стиль дэнди или мальчишеский стиль. А чей должен быть пиджак? Все-таки это женский или мужской? Я думаю, что можно здесь поиграть. Можно взять мужской пиджак, его подпоясать, пояс одеть. Здесь ажурные кологотки, тренд. Кстати, как мне ошибиться? Вот прямо потом спрошу, расскажешь. Это, наверное, один из моих любимых трендов. Это трикотаж во всем и везде. То есть укутался во все, да, в трикотаж и пошел, и в тренде. Это тренд, который мне не нравится, но он присутствует в брюке-кюлоте, либо широкие брюки, которые... Я примерил такие летом, что-то как-то не понравилось. Да, они, к сожалению, тренд пояса широкие. Опять же, на талии, на бедрах, на пальто вполне. А портупеи? Портупеи, ну, это такой вот как бы тонкий момент. Не всем идет и не подо все подходит. Но, в принципе, как вот фишку какую-то можно использовать в одежде. Ну, смотри, вот сейчас на сосе наступило. Все-таки наши российские барышни сразу в чулочно-носочные отделы потянулись. Вот как не ошибиться? С колготками вот достаточно проблематично. Если как бы девушка не обладает фигурой модельной или определенной какой-то длиной ног, то я советую лучше брать, конечно, однотонные колготки. Темные желательно. Да, вот колготки, которые будут ажурные или, ну, как они, как трикотажные, они визуально ногу полнят. Вот особенно светлые цвета, поэтому как бы тоже не рекомендуется. И черные цвета тоже не очень красиво симпатично творится. А всякие носки и гольфы, все остается? Носочки-гольфы, да, может, мне кажется, носить любая модница. Как раз-таки гольфы удлиняют ножки визуально. Можно носить носочки цветные в классические туфли. Тоже очень забавно, если правильно подобрать как бы лук полностью. Тоже будет интересно смотреться. Ох, друзья мои. Ну, наша первая часть эфира заканчивается. Наверное, сейчас хочется передать слово нашим гостям Светлане Лилие. Света, ну, кого-то есть поздравить с Всемирным Днем Красоты? В камеру напротив, пожалуйста. Маму, которая, в принципе, подарила мне эту жизнь и родила меня такую. Такую красивую. Да. Лили, которую я считаю эталоном красоты для меня. Что духовно, что внешне. Вас. Ох ты, спасибо. И вообще всех женщин, да, они заслужили этого. Лили, ну ты хотела пригласить еще куда-то. Я бы хотела поздравить всех женщин, естественно, и всех мужчин, в том числе, почему бы и нет. Мужчины тоже хотят быть красивыми, симпатичными, ухоженными. Также они к этому стремятся. И слава богу, что у нас сейчас это растет в обществе. Ну и, соответственно, пригласить я хотела всех, кто чувствует себя реально потенциальными моделями. К нам в модельное агентство. У нас сейчас идет осенний набор. Приходите. Попробуйте свои силы. Да, попробуйте свои силы. Друзья, спасибо большое. Еще раз хочу, наверное, вам показать кинокадр, который мы сегодня загадали. Ну, эту красотку, мне кажется, точно можно узнать. Она в каком-то невероятном костюме, да еще и в окружении мужчин. Наверняка, может быть, какое-то выступление. Это вам такая вот небольшая от меня подсказка. Ну, мы будем ждать звонки наших зрителей. Ну, а вас, друзья, хочу, наверное, попросить обратить внимание на такой очень интересный опрос. Мы задали на улицах города вопрос нашим горожанам. Хотели ли бы вы кардинально изменить образ? Посмотрим и возвращаемся в студию. Ну, меняло очень много разных образов было. И цвета, и стрижки. Все. Все, что с этим связано. Все пришло. Там образы, которые меня, в принципе, устраивают. А вы как считаете, вообще нужно экспериментировать своим образом? Вот ваше мнение. Я думаю, да, надо меняться. Время меняется, люди меняются. Все меняется, и человек тоже должен идти в ногу со временем. Да, ну, особо я всем довольна, мне кажется. Особых каких-то изменений не планирую. Таких резких экспериментов не было, смешность. Ну, единственное, что только окрашивание, может быть, было. Из таких резких экспериментов. А так вот стараюсь не экспериментировать. Я больше все-таки за естественной красотой. Я думаю, что нужно. Меняться, меняться в лучшую сторону каждому человеку. Ну, я, по крайней мере, вот недавно постригусь, поменялась. Все время были длинные волосы. Вот после рождения ребенка решила измениться. Не жалеете? Нет. Нет, не жалею. Мы решаемся, худеем все время. Но пока не получается до той степени, как и хочется. Мне не нужно, но помолодеть лет на 30 хотела бы. Хорошо. А менять внешность не надо. Если вы вдруг надумали с наступлением осени кардинально изменить имидж, мне кажется, следующая наша гостья будет как раз-таки тем человеком, который подскажет, в общем-то покажет, расскажет. И, мне кажется, направит в любом случае. Но прежде еще раз хочу напомнить. Наш фотоконкурс продолжается. Мы разыгрываем пригласительные билеты в кино. Киномечта вас ждет, зовет вас и вашу вторую половинку, чтобы сходить на какой-нибудь удивительный фильм. Угадали фильм? Звоните. 202-11-22. Целый список у меня есть. Стилист. Ведущий технолог России компании «Реврон Профессионал». Руководитель студии развития парикмахерского искусства «Попа Волжью». Майстер с большим стажем. Лауреат конкурса «Золотые ножницы». Финалисты международного конкурса «Стайл Мастерс». Обладатели международных сертификатов. Профессионал года 2013. Лауреат конкурса «Женщина года». Ну, в общем, дальше, дальше, дальше. Можно список продолжать. Продолжать. Марина Хальцева. Марина, добрый день. Добрый день. Всем задаю вопрос сегодня. Что для вас красота, как мужская, так и женская? Ну, я на самом деле присоединилась бы к предыдущему оратору. Красота, она действительно изнутри идет. И это, прежде всего, энергетика человека. А все остальное, вот внешне, это тюнинг. Как недавно, ну, это уже такая поговорка достаточно распространенная. Не бывает некрасивых женщин, бывает мало тюнинга. То есть, собственно, чем мы и занимаемся. Кстати, о тюнинге. Ну, вот очень многие даже в опросе и вообще женщины говорят о том, что они осенью хотят кардинально поменяться. И идут просто, ну, не то чтобы в первый попавшийся салон или студии. И подравнивают кончики. Да, ну, это как бы понятно. Снимают какую-то энергетическую, там, не знаю, моменты какие-то есть. А вот просто пришли, не обдумавшие ничего, постригли челку, отрезали длину, перекрасились. На следующий день наступает вот это вот похмелье. Осознание ситуации. Вот как, да, грамотно подойти к кардинальной, если смене образа? И нужна ли она вообще сейчас? Ну, смена образа нужна всегда. Вот на самом деле, ну, про других не буду говорить, про себя. Могу сказать, что у меня это само собой как-то вот... У меня люди, которые приходят, допустим, ко мне иногда через полгода, они говорят, слушай, это вообще кардинально изменилось. Но она как-то само собой вот идет, идет, идет. Нужно меняться, нужно экспериментировать, потому что, ну, иначе скучно жить. И плюс застой такой идет, энергетический, эмоциональный застой. То есть ты как день сурка, изо дня в день живешь-живешь. Ну, жизнь, она одна. Рискнуть стоит. Да, рискнуть однозначно. Дело в том, что если мы говорим про волосы, да, то, ну, они не зубы, естественно. Вырастут, перекрасить можно, если что. Да, и всегда можно отрастить волосы, всегда можно перекрасить, дорастить. Самое главное попасть к хорошему специалисту, это вот очень важный момент. Потому что бывает так, что, ну, такие не очень хорошие результаты бывают. Приходят, да, наверняка? Приходят, бывают, да. Мы сейчас даже хотим такую интересную акцию сделать, да, коррекция неудачных работ наших коллег. Так, да. Ну, я не могу сказать, что там прям вот у нас все такие бездарные безруги. Нет, у нас очень много талантливых стилистов, и слава богу, эта индустрия развивается, люди растут. Сейчас очень много возможностей обучаться, очень много... Расти. Открытого, да, профессионально расти, конечно. И, конечно, меня радует то, что у нас... И конкуренция в том числе есть некоторая. Ну, конечно. Без этого никуда. У нас есть, да, телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Санислав. Очень приятно. Ну что, расскажите-ка мне, кто для вас эталон женской красоты? Ну, наверное, та девушка, которая была изображена на кадре. Да, серьезно? Ну-ка, рассказывайте, что это за фильм. Да, она как одна из икон стиля Аферики, Европы, да и, наверное, всего мира. А что за фильм? Мулен Руш. Конечно, это правильно ответ. Ура! Спасибо вам большое, спасибо, вы отгадали. Ну, кстати, что касается каких-то работ и каких-то, может быть, удивительных образов, которые делает своими руками Марина, давайте посмотрим сейчас нашу фотоподборку. Вот супер какое-то, я не знаю, обновление, апгрейд Марины как профессионала произошел с переходом в какие-то новые студии, какие-то новые партнеры и так далее. Ну да, сейчас хочу представить наш новый проект, то есть он называется «Хай Ти Студио». Мы объединились с очень известным стилистом в нашем городе Юрием Тишиным, его многие знают, у него тоже очень много наград, регалий различных. И, в общем, мы, объединившись, мы решили, что мы усилим наши... То есть такой у вас союз. Да, 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 да. Усилим наши, скажем так, мощности. Прокачались, в общем. Да, мы хотим, на самом деле, открыть школу парикмахерского искусства, поэтому он, скажем так, по мужским, больше по мужскому направлению, я больше по женскому. И, в общем-то, я думаю, из этого проекта получатся очень хорошие результаты. По крайней мере, все очень так на позитиве у нас началось. А сложно с мужчиной спорить о каких-то моментах красоты? Ну, по поводу красоты мы с ним вообще не спорим, потому что мне нравится, что у нас, в общем-то, в этом отношения и видения совпадают. Ну и вообще, как бы, зачем спорить? Нужно договариваться, нужно к какому-то компромиссу. На самом деле, это очень интересно, когда у тебя есть мужчина-партнер по бизнесу. Может подсказать или увидеть то, что невидимый. Да, 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 да. И, во-первых, он также замотивирован на развитие этого проекта. И, в общем-то, мы с ним очень часто такие совместные решения принимаем. Это интересно. Вот, потому что раньше я так все сама-сама-сама, а теперь у меня есть еще плечо. Ты тут, я увидела в социальной сети, на страничке, что за проект это был? А, это был выпускной одного модельного агентства. А вот это вот остановите, пожалуйста, Марина поет. Вот. И чудесным образом. Да, да. С Юлией Денисовой. С Юлией Денисовой. Недавно. Да, на одном благотворительном вечере. Да, он был благотворительное мероприятие. И, в общем-то, мы были партнерами на этом мероприятии. И там, ну, как бы, была возможность спеть со звездой. И мы с Юлией Денисовой, мы с ней дружим очень хорошо. Вот это вот гофре объем, оно сейчас, я так понимаю, прямо в тренде, в тренде? Ну, гофре объем уже давно в тренде, в тренде. Дело в том, что из этой, скажем так, если рассматривать гофре как материал, то из этого материала можно очень много всего интересного сделать. Это работы одного из наших стилистов, который в нашей студии работает, Ирина. Она заканчивала школу Гарус. И вот тут, собственно... Но вот если мы говорили с Лилей, например, о тенденциях в моде, есть ли какие-то, вот сейчас осенняя тенденция в волосах? Я не знаю, какие-то цвета, стрижки, окрашивания? Там амбре, понятно, оно там уже... Амбре, оно, по-моему, вечное. В ней, да, вечный вариант. Ну, так же, как эмилирование и тому подобные вещи. Ну, вы знаете, сложно говорить о трендах. Сложно говорить о трендах. Я вот когда ехала сюда тоже, я ожидала этого вопроса. И я думала, ну, что же я скажу? Потому что на самом деле модно все. То, что идет. Модно то, что вам идет, да. И яркие пряди, и какие-то пятна, и какие-то блики. Ну, главное, чтобы в этом была идея, концепция. И гармония, наверное, какая-то. Да, чтобы это подходило к цвету лица, чтобы это подходило к цвету глаз. Чтобы это сочеталось с тем, в чем человек одет. Потому что это очень важно. Некоторые, да, я видела розовые волосы с таким достаточно суровым офисным стилем. Сложно воспринять. Ну, если вы хотите носить розовые волосы в офисе, то позаботьтесь о том, чтобы ваш офисный стиль, он же тоже может быть каким-то оригинальным. То есть не обязательно это там, ну, какой-то такой заурядный наряд. Какой-то элемент. Да. Ну, опять же, можно вернуться вот на мне вот такие брюки. Такие вот, они очень оригинальные. Так. Вот. То есть на самом деле их можно одеть в комплекте с пиджаком. Это тоже будет такой а-ля офисный стиль. Ну, почувствовать себя при этом комфортно. Ну, да, но розовые волосы здесь будут в контексте. Вот оно что. Да. Марина, а есть ли те люди, я не знаю, мужчины, женщины, сегодня, которых хочется поздравить со Всемирным днем красоты, обращаясь к нашим зрителям в камеру напротив? Ну, мужчины, женщины, конечно же, все мои знакомые, все, кого я знаю, родственники, мама, папа, муж. И у меня есть теперь еще один маленький мужчина, ему 5 месяцев. Да, которого я больше всех на свете люблю. Ну, опять же, всех-всех поздравляю, всем желаю красоты и, самое главное, здоровья. Вот, это очень важно, потому что... Когда человек здоров, он красив? Да, безусловно. У него есть мотивация делать мир красивым и себя в том числе. Искренне вам этого тоже желаю. Ну, а вам, друзья, напоминаю, что у нас эфир, посвященный красоте. 202.11.22, телефон прямого эфира. Совсем скоро мы узнаем, что же такое тета-практика, что такое тета-хиллинг и как эти какие-то удивительные направления деятельности помогают женщинам и не только раскрыть себя и поверить в себя, и быть красивыми, здоровыми и, главное, счастливыми. Не переключайтесь, все самое интересное также впереди. Наступит, уже наступает. То есть вы верите, что погода будет хорошая? Она уже хорошая, она уже меняется, все будет хорошо. Так оно вот уже, оно уже в самом разгаре. Разве это тепло еще? Ну, я думаю, теплее уже не будет. Уже тепло, солнышко светит, погода ясна, хорошо все. А то, что утром и вечером очень холодно, тебя это не пугает? Да нет, но всегда утром прохладно, но потому что солнца нет, некому греть. До середины, сентября должно быть тепло, а потом, говорят, холода не будет. Все так говорят. Ждали теплого лета, но теплого лета не случилось, может хотя бы осень порадует. Да нет, будет еще, октябрь, наверное, будет еще. Всегда природа осенью перед большими холодами дает такие теплые деньки. Будет. Не знаю, этого погода надо спрашивать. Я думаю, что обязательно. Ну, о личной гигиене даже вопрос не стоит. Это минимум, который должен каждый человек к себе применять. Аккуратность себе воспитывать, я думаю, прививать каким-то образом. Даже не глядя на какие-то журналы мод и наших модельеров, которые предоставляют мужчинам линию одежды, просто можно одеваться, подстать ситуации. Не, мужчин должен обязательно с собой следить, все, и что, прическа, ногти, руки, не знаю, обувь. Ну, все, то есть должно быть идеально, я так считаю. Ну, брутальные, ну, они сейчас себе бороду отращивают, а у меня у самого мужа с бородой уходит. Ну, так, должны все-таки следить с собой, должны. Ухаживать за собой элементарно, купаться нужно, потому что иногда в транспорт заходишь, и бывает неприятно. А парикмахер, косметолог, к таким специалистам нужно обращаться? Парикмахер обязательно, косметолог, я не знаю, тоже по желанию самого мужчины. Бывает проблемная кожа у людей, у молодых людей, я думаю, что им к специалистам обязательно нужно обращаться. Ну, естественно, облагорожить себя, свое, ну, лицо, голову, вот так, стандарт, и выглядеть чисто, правильно. Ухаживать за собой, следить, посещать вовремя парикмахерскую и все остальное. Косметолога. Косметолога. Само собой нужно себя поддерживать, и чтобы стрижка была соответствующая. Допустим, кто-то вот, большинство моды пошло щетину, бороду отращивают, соответствующий вид приводить. Конечно, нужно ходить и следить за своим внешним видом, за своей красотой, так скажем, не быть вот таким зачуханным, так скажем. Веселят нас мужчины, но все же наш эфир, посвященный красоте не только для мужчин, но и для женщин, для всех вас продолжается. Наш следующий гость, Екатерина Пыринова, занимается уже с 2011 года аромопсихологией, тайским массажем. И вот совсем недавно удивила всю Самару тем, что она теперь может замечательно справляться с такими направлениями творчества, деятельности, как тета-практика, тета-хиллинг. Что-то волшебное, что-то невероятное. Катя нам об этом расскажет. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Красота. Вот мы говорим сегодня о ней. В течение всей жизни, я так понимаю, помогаете так или иначе женщинам тоже быть красивыми, мужчинам в том числе, и здоровье тоже каким-то образом поддерживаете. Вот для вас красота мужчины и женщины – это что? Ну, мне кажется, что неважно, красота мужская или женская, оно вообще понятие такое красота. Все красиво, ну, все на земле, как бы по праву того, что оно есть, оно красиво. А применимое, допустим, к человеку – это если человек не идет против своей природы, если он себя чувствует, знает, какой он, он в любом случае будет красив. Мне кажется, вот это истинная природа. Ну, расскажи секрет, что ты даже книги какие-то принесла. Ритм, тета-исцеление, тета-исцеление и так далее, продвинутый уровень. Что такое тета-хиллинг, тета-практика? Ну, мне очень нравится сейчас эта практика, на самом деле. То есть, вот как вот я раньше там и тайским массажем, и сейчас продолжаю этим заниматься, это как прям, ну, просто продолжение, более… Это более глубинная работа. То есть, вот, допустим, макияж, там какие-то вот запах, да, это все, ну, как поверхностное такое. То есть, мы немножко так подправим, почистим, там, наведем, там, вот как тюнинг, да, говорили предыдущие, ведущие. А все равно внутри первопричина зачастую, она не убирается. Блоки какие-то, да, какие-то неуверенности, комплексы. Ну, какие-то, да, то есть, вот, и они бывают не только из, допустим, периода детства, там, ну, мы все знаем, что там, ну, часто родители нам какие-то программы. То есть, там, например, не плачь, допустим, да, у девочки, она вот ходит вот такая вот зажатая зачастую. Да, все в себе сдерживает. И не только не плачь, она вообще никаких эмоций не проявляет. Да, да, да. Не пачкайся, не… Вот, то есть, это один момент, ладно, еще из этой жизни, а там еще есть и более глубокие уровни, я как бы не буду в это вдаваться, то есть, там и прошлое, это и уровень души, это и генетические программы, родовые. И тета-хиллинг, он помогает вот исцеляться именно на разных уровнях. Как это происходит? Происходит все очень просто. Вообще, тета-состояние, оно очень такое интересное, оно для нас, на самом деле, очень знакомое. Это наше естественное истинное состояние. То есть, дети в основном, если их, как бы, еще родители не забили, они до где-то лет пяти, там, шести, ну, проявляются в этом состоянии. Это состояние, безусловно, любви. Это состояние, в котором находится цветочек, дерево, да, то есть, и мы, собственно, во сне там зачастую, как бы, входим в это состояние. Это состояние, к которому приходят люди. Люди раньше приходили к этому сложнее, то есть, сидели там в горах, медитировали, чтобы вот как раз войти вот в тета. Сейчас вот время ускорилось, вот как раз энергии становятся быстрее, быстрее материализуется все то, что человек хочет. И поэтому, и он может входить в это состояние намного быстрее. И, может быть, некоторые даже неосознанно это делают. А кому это может быть полезно? Вот нас смотрят миллионные аудитории, вот тот, как бы, твой клиент, так скажем, это кто? Какие люди? Ну, как вот, да, целевая аудитория, я тоже задумалась, вот именно моя. То есть, у каждого человека будет своя целевая аудитория. То есть, как мне кажется, вот ко мне придут люди, которые на меня похожи. То есть, которые, допустим, ну, такая же возрастная категория. То есть, ко мне навряд ли пойдут там мужчины, допустим, пенсионеры. Ну, то есть, это если только по рекомендации. И мне самому даже было бы неинтересно работать, допустим, с подростками. Потому что они, ну, не оценят этот метод. Это... Не проникнутся. Да, то есть, это определенная мудрость, которая приходит с годами. Вот, то есть, человек, который, ну, уже понял, что, как бы, вот у него все внутри находится. Вот, и с этого момента он уже, допустим, может искать что-то. Ну, вот я нашла у тебя на страничке в интернете, как бы, решаются вопросы. Потеря смысла жизни, страхи, проблемы со здоровьем, разного рода зависимости, отношения мужчины с женщиной, обиды, чувства вины, какие-то личные проблемы, там, непонимание, куда жить дальше, чем заниматься, тяжесть по жизни, вопросы женственности, сексуальности и многие другие. И главный, как бы, критерий того, когда нужно записываться на консультацию, готова работать на результат. Ну, вот, есть ли какие-то истории, может быть, твои лично, людей, которые к тебе приходили, вот до и после? Ну, есть, конечно, уже, ну, несколько сессий проводила. Во-первых, до зачастую человек приходит, я и сама, конечно, ну, не очень это хорошо, я обращаюсь именно, когда мне приспичило. Я уже, я терплю, терплю, то есть, у меня там истерики, и я уже все думаю, ну, все, ну, вот, наверное, действительно, надо уже пора. Да, хотя я все-таки рекомендую не доводить такое состояние, потому что, ну, не знаю, кому как вообще, кто как чувствует. И человек приходит на таком надрыве, то есть, вот, он понимает, что... Что-то не там. Он сам, ну, он вообще не знает, в чем там. Вроде бы, вроде бы он обиделся на этого человека, да, допустим, человек плохой, да, я понимаю, что там, допустим, я плохая в чем-то, но как бы с этим быть, непонятно. Вот, мы проводим сессию, возможно, в процессе там какие-то эмоции выходят. И зачастую в процессе сессии человек понимает, что не он такой там плохой или другой, а в чем вообще суть, откуда все это идет, и у него такое какое-то очень серьезное облегчение происходит. Это больно как-то, приятно, неприятно. И вот именно тета-хилинг направлен на то, чтобы не проживать вот таких вот серьезных травматичных опытов. Этим он мне и понравился, потому что я разные практики пробовала и очень долго отходила от этого. А здесь за сессию, то есть, вот это как вот скомпоновано, как-то вот сконцентрировано, вот все-все-все. То есть, вот это вот, чтобы за сессию успеть и прожить, и проработать, и все это достаточно быстро и комфортно для человека. То есть, там определенное такое состояние, когда мы закладываем то, чтобы это хорошо проходило. А по времени сколько длится? По времени где-то час-полтора. То есть, первая сессия полтора часа, чтобы там сделать процедуры, которые нужны для новичка, ввести его вот в это состояние, научить его входить в это состояние. Объясню, что такое тета-хилинг, потому что у нас пока мало кто знает, но за рубежом в Японии каждый медицинского работника обучает вот именно этой практике, потому что это очень действенный способ. Противопоказания есть? Ой, что-то я даже как-то... Затрудняешься ответить? Видимо, я не встречалась с этим. Да, здесь только вот момент такой вот связанный с тем, что если человек ответственность не берет за свою жизнь, вот, то есть он занимает позицию жертвы, возможно, как бы он будет потом, допустим, обвинять как-то в чем-то. Угу. А так осознанность. Дети могут приходить к тебе? Ты не берешь подростков детей? Ну, тут такой момент, если до трех лет, то нужно не с детьми работать, а с родителями. С родителями, да. То есть все равно все, как бы, от родителей в любом случае? Да, да. То есть лучше все-таки сначала с родителями, а ну, как бы, если сам человек там, ну, такой... Ну, я таких редко встречала, в основном, с родителями. Угу. Но ты считаешь, что это нужно, важно и полезно принять и, как бы, попробовать в любом случае? Ну, конечно, да, естественно. Я еще сейчас вот буду проводить акцию «Бесплатная диагностика», там, ну, ВКонтакте у меня в группе. Там можно будет задать вопрос, и я отвечу на этот вопрос. Друзья, воспользуйтесь обязательно шансами, если есть у вас какие-то проблемы, какие-то, может быть, вопросы к Екатерине. Смело можете их ей и задавать. Катюш, ну, всех прошу сегодня кого-то поздравить с Днем Красоты, чего-то пожелать, обратиться. Пожалуйста, камера напротив, минутка есть у нас. Угу. Ну, я хочу поздравить, ну, наверное, сначала себя. Себя, все верно, правильно? Да, ну, и себя, и тебя, соответственно, к тем, кто в студии находится, поздравить маму свою, любимую, крестную. Женщин, всех тех основополагающих женщин. Ну, и, конечно, всех мужчин и все, что есть на планете Земля. То есть это, мне кажется, Международный день Земли вообще, красота. День красоты, действительно, друзья мои, сегодня собрала удивительных гостей, удивительных собеседников. И я думаю, что по чуть-чуть, но мы открыли какие-то, может быть, новые моменты в вашей жизни. Если вдруг сейчас хотите забрать билеты в кино, можно сделать это за эфиром. Я думаю, что в нашей группе ВКонтакте мы разыграем еще один комплект пригласительных билетов в кино. Смотрите, дерзайте. Всем удачи, всем красоты. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин